привет дамы и господа меня зовут александр я буду для вас показывать как мы моделируем автомобиль программе 3d cold вот так запускаем в общем скульптинг нам понадобится куб берем его далее вот я нашел такие изображения референс автомобиля таврия окей закидываем их в 3d cold более так вот референс изображения так же для переднего вида и для верхнего так блять не туда сейчас исправим вот теперь на этот куб подгоняем берем под один из гидов под передний бомбер я подгоню далее под верхний край точно так же сейчас особо не задаемся точными габаритами просто выставляем даже больше вообще по барабану но вот тут не должно быть конечно мы должны захватить щемаду окей давай вот так вот все так никакой из краев не должен выделяться далее берем следующий вид сверху выставляем его соответственно блять вставляем его вот так вот посередине так ну здесь я проверил заранее все масштабы нормально стоят все окей окей далее точно также передний вставляем по центру ладно окей закрываем эту вот вкладку далее начинаем подстраивать под все виды так ну здесь все окей должно быть окей окей ладно далее применяем так обменили далее нам понадобится инструмент отрезать да окей так как ничего не видно что нужно сделать нужно настроить здесь прозрачность но я да слишком далеко поставил объект плоскость можно конечно подъем но сейчас не буду иначе у нас все нарушится окей делаем следующее просто нажимаем сюда прозрачность включить и вот здесь выбираем выбирать и действовать если не выберете то у вас ни хрена не будет работать далее берем цемент отрезать вот с таким так мы можем грубо пока отрезать вот такие вот так нарезаем далее используем у вас open полигональная вот так вот сейчас она работает очень просто нажимаем в фотошопе 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 называть так далее нужно замкнуть обязательно иначе у вас ничего не сработает замыкаем все нормально далее тут тоже так же бампер отрезаем обычный есть и другой способ но я его покажу потом вот так дальше режем здесь вот так да должно повторять прям полностью идеальному форму модели начали потом мы заебетесь просто восстанавливать я вам точно будет вот блин вот учтите что вы если вы двигаете смотрите то есть у меня кривая двигается вместе с мобилью то есть лучше отрезать по частям окей нормально ну вот видите наглядный пример вот так окей дальше так блять отрезали теперь похожи более-менее на фотошопе теперь точно так же и дну отрезаем так отрезали здесь тоже отрезали и сейчас отрежем колесо мы сейчас сделаем отдельно далее давайте сначала вот эти виды все остальные точно вырезаем точно никуда не залазим лишнего не генберами да забыл очень симметрами вот опуск не то окей за плоскость и относительно нее щас будет симметрия все будет забить окей трак дальше как видим все у нас симметрично работает отлично нужно не запариваться пока что и тут также обязательно замыкать это ни хрена не легкая работа честно скажу вот так что придется возможно повозиться на них есть так через счету спереди спереди здесь тоже зеркало пока не трогаем это все потом доделаем он брысь наху все теперь вырубаем прозрачность посмотрим что получилось здесь указать это скрыть все плоскости так ну ладно еще колеса собрали руки для этого нам понадобится блин ты куда делся не пытайтесь рисовать вот так у вас выпадающий список включен нихера хорошего не получится ладно дальше колеса убавим опять прозрачность отрезаем нахер форму колеса так вот заебись далее далее нам понадобится что мы можем какой-то скрыть все теперь нам понадобится лучше сразу повысим разрешение так ну побольше нет перед этим да и летим на разговоре сгладить все ну вообще по-хорошему нужно глядя скажем так на фотографии вот здесь от инструментов сгладить сгладить соответственно эти края как нужно но я не буду делать для того чтобы нам побыстрее все закончить руки так как слишком мало сглаживание применяется то мы можем просто ведь что сделать сейчас снизить разрешение теперь применить сглаживание будет гораздо более интенсивного применяться либо перейти в режим поверхности нажав в с там сглаживание тот же самый инструмент вы выберете больше интенсивность по звуку вот так ладно что дальше но предположим заглазили можно еще здесь я не буду там особо езжать подробности поехали дальше хрен теперь теперь повышаем разрешение до миллиона где-то окей это нужно сделать обязательно иначе сейчас я давайте продемонстрирую не буду демонстрировать иначе придется обратно менять так сейчас ставите булочку давай использую окселе ставим ее нужно поставить меньше меньшее значение если вы попытаетесь в маленьком разрешении выставить маленькое значение у вас все просто пропадет потому что здесь расчет ну это у вас надо состоит из очень маленьких полигонов учитывайте окей посмотрим чем лучше возможно ни хрена не получится придется передел шучу но есть доля правды здесь ну давай давай рожай крошка у нас гораздо больше полигонов мы их снизим посмотрим что получилось давайте сразу теперь нам понадобится разделить на два слоя так вернем наши референсы нам нужно зеркал и стекло зеркал стекла берем вот эту мы можем и не сделать отдельно давайте не окей вот так выделяем блять чё за хуйня так сюда 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 блять повторяем форму вере окей берем посмотрим что получилось вот здесь у нас только одна вещь до 1 окей берем это нахар толщина да здесь совершенно нормально нормально но это смотрите по вашему усмотрению хотя можно и потолще здесь и стекло конечно должно быть очень вы понимаете вот но это не суть важно поехали здесь тоже переднее зеркало их мы не будем не будем не будем я вам точно говорю так мы можем сделать что вывелись здесь вывелись отключим пока симметры ну хусь не видно особо мне так вот так больно давай давай окей блять сильно наверно да собственно нет наоборот надо было бы давайте просто тоже были нас на отдельный слой сделать чтобы не мучиться как вывелись разделить вместе за слою за текущим слоем иначе будем выжить из тихий узнать сколько замыкаем окей смотрим заднюю насчет ожидать нехорошо и лучше далее просто берем этот слой мы можем убрать сделаем его тоньше трансформацией ну я не буду этого делать короче честно так понятно я просто выдачу его для того чтобы потом текстурировать это удобно было окей далее далее колеса сделаем колеса простые объекты и цилиндр 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 так где он блять потому что это сейчас никому не нужно блять чё такое на давай давай и мы сейчас работаем с другим слоем поэтому всегда нужно восстановить нажав на эту кнопку шоу ладно где там наш как нам что нужно просто не объекты но мы просто создаем новый слой не здесь создавайте а вот нажав на этот слой иначе у вас под слой создастся регулируем диаметр толщину сейчас мы сейчас мы его отрегулируем но конечно нам надо подстроить пол вот так нормально да ширину толщину и продолжение вот по этой в этом видео сейчас мы настроим вот таким образом так все очень просто да используем фаспур конечно же вот так все на том слое нам нужен окей больше также симметрия симметрия я грубил но блин а не грубил хорошо так теперь просто уменьшаем этот радиус сейчас мы сделаем шины так сдвигаем насколько скорее всего придется на глазок поскольку не ясно из изображения руки делаем следующим образом вычесть и не примените так нормально здесь на взводить нормальное решение блин надо много разглаживать или сделать это как и говорю я не то есть говорится делаем просто больше к большей значимости вот теперь же похоже далее идем обратно так нам понадобится что у нас здесь ось болты ось делаем ось точно так же сделаем только напополам потом если чего-то добьем если не достали нормально так можно в отдельный слой опять же таки подслой а блин какой нахер вычислить добавит разрешение низко низковато и нужно увеличить заранее вот здесь нажимаем на эту кнопку окей все здесь болты болты точно так же остальные объекты так сделаем еще подслой вот болт гайка ставим сюда так болты буш работают где что не так нам небольшое размере не помню человеку не здесь нет никакого слайдера не ползунка ну нельзя отрегулировать от руки размера только писать придется так здесь ну это где блин что за есть так ладно ну вот что за есть ни хуя не понятно да ладно ну здесь блин такое количество багов что просто выебитесь я честно скажу вот вот так а вот нормально но баги здесь не редкости нужно с этим жить ну почему не работает выставить кистью ну ну это похер так так ставим ближе туда примерно допить надо вот так нормально так только разрешение конечно надо повысить в два раза в два ок применим нормально далее можно было побольше но далее нам что нужно нам понадобится так но можно было вырезать здесь отверстие в дисках херст посмотрим так а далее нам нужно скопировать их по кругу для этого понадобится что так нажимаем F выбираем точку симметрии как вот она xiv симметрия ну я не знаю хер его знает вот иногда блин вот этот баг а в этот раз все окей мне придется перезапускать не по той и все во первых вот как ну здесь все просто тянем вот за этот вот это регулирует положение я нажал кнопку F заранее и щелкнул в позицию по центру примерно это как видите вот она это точка отсчета центр вокруг него также будет вращаться ваша камера если вы нажмете левую а и левую кнопку мышки все ладно далее этот здесь мы регулируем позицию разброс окей ну сойдет нормально так как видите создалась куча под слоев это нормально в принципе жмем правой кнопкой на коренной слой и соединить подсветку да блять нихуя не то смотри что блять делать то ладно давай еще раз промазал блять и отменить нихера не так ладно а не то подумаешь промазал нормальная программа должна это учитывать а не то чтобы промазал делай заново так ладно трансформация да нужно по центру примерно выставить ну ладно отверстие в дисках тоже можно вырезать отрезать так так нет не отрезать не отрезать точно так же придется нам использовать это самое точно так же придется использовать простые объекты и вычитание вычитание радиальной симметрии тоже болеть болеть давай так да теперь а нет можно можно я забыл все нормально блин так подложим сделаем увольные можно круглые доходить так поменьше окей так примерно между болтами ну соответственно наклон примерно 45 градусов хотя так ну да к сожалению придется примерно но на самом деле все непримерно вы просто берете нажимаете контур и на 45 градусов поворачивать но позиции все равно придется здесь примерно вы видите 45 дней здесь на 45 у нас сколько здесь валять у нас не 45 значит 60 должен быть можно если не ошибаюсь на строить настройках но я сейчас не буду будет так новый слой новый так применяем блять чухуль ты делаешь ты че 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 все need это мало мало здесь нам нам потом joka сделатьmake похоже был на диске хоть валяете забыл сделано так ну соответственно точно так же осевая симметрия вот так ну нахера не ровно конечно, но придется как-то подстроиться ну нормально, нормально окей так точно также соединить подсветку нужно нажимаем правой кнопкой вычесть из смотрим название нашего, надо конечно давать по-хорошему адекватные названия ну я хер с ним так 38 вычесть из вот этой и чё, ау я промахнулся что ли блин, неправильный выбор да нет, все правильно, законно вычесть из 38 ну и чё, и чё, ау блять так, ну во-первых, нужно сменить родитель да, иначе сейчас будут проблемы, скорее всего вычесть блин где он в существе теперь независимый слой вычитаем отсюда чё ааа, блять, ну ладно, хер с ним, пускай будет так, забудли так, вычесть из, блин какого забыл посмотреть 19 во о ладно, нормально, но правда там толстый, конечно не хер с ним так, ну можно там обкровать с той стороны а ну да, я уже все заново взросил хер с ним ладно, далее далее что, все эти колеса нужно отразить симметрично так переходим на главный наш слой нажмем с, симметрию выбираем конечно, теперь у нас, вот как видите относительно главного объекта симметрии так, переходим на тот слой, которое нужно так, и делаем следующим образом образец зеркальный образец относительно Z, соответственно окей, вот у нас тут есть все что нужно, однако это ну-ка, да это два слоя, или три слоя засчитать так можно подогнать вот эти куски на том слое вот так вот соединяем все дела так, теперь нормально ну, просто берем, сливаем можно было сразу, кстати, слить их все ну, если они вам понадобятся редактирования нет, на самом деле, как только только когда ты доработал вот это вот колесо например, только тогда можно сливать главное поэтому я отменю отменю солью что а далеко отменю окей слить, соединить подсветку так теперь это у нас один слой посмотрим как разрешение не ухудшилось возможно придется его увеличить, да и блин, где болты? а вот так увеличиваем еще можно нормально слить подсветку вот теперь все заедись хорошо теперь можно уже отражать дирекальный образец зеркальный образец вот этот вот так окей и просто можно взять и сдвинуть можно объединить в один слой можно объединить в один слой или вообще в отдельный слой не важно окей так вот так надо давать адекватные названия окей предположим соединим их вместе для этого нажимаем shift вот ждем то есть верим мышку пока не бояться вот такой значок и перетаскиваем на другую слой с которым хотим соединить все теперь это один слой очень так же берем инструмент образец просто новый образец и теперь у нас есть копия нашего колеса ставим ее назад окей далее далее чем займемся нахрен все убрать сделаем кресло напоследок но пожалуй я не буду здесь не работать возможно за кадром я доработаю вот так где у нас тут убираем пока двери чтобы не мешать ну потом вам нужно будет сделать конечно приборную доску король и так далее окей чтобы сделать кресло воспользуемся просто объектом куб так ну штаб позиции все сбросим так нам куб уже нет ага да блин давай 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 что это тут где 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 сброс а хорошо хорошо так выносим пока за пределы мы его сделаем отдельно можете найти в интернете фотки кресел сделать сниму я сделаю просто так окей так на новый слой конечно же так далее манипуляции это можно было сделать и другим образом нахер с ним я сделаю так так наклоня часть это высоко вот конечно и подголовники больше так вот так вот сначала сгибаем а блин захватил что да нужно захватывать все так сброс осей теперь подгоняем соответственно здесь все равно высоко блин не надо особо научиться да блин ты меня захватишь и верхнюю часть эффекту ну это высоко но это не страшно из кресла подкармаю отрезать лишнее полиза так тоже используем манипуляцию если мы выделяем кусок плюс либо им что-то похоже на окрестный делаем так ну ладно окей не буду изгаляться теперь подголовник сделаем тоже так же с помощью манипуляции так здесь тоже надо может не очень похоже на кресло скоматолога ладно херст сделайте лучше так можно использовать например вот что просто выделение удара не мешает постоянно манипуляторы надо вырубить симметрию а забыл снимаем галку здесь здесь наоборот стоит нарисовать сейчас вот так сделаем не очень 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 похоже на не важно так ладно окей ставим это внутрь не будем думать посмотрим может быть можно можно использовать это я не буду короче короче говоря дальше дальше вот ну пожалуй на этом сейчас мы закончим давайте фары сделаем я их выдумал просто так ну да установим ну нормально радиаторную решетку можно сделать ну прям похоже вот так ну и здесь тоже ой 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 нажал окей нужны поворотники ну ладно а хер с ним короче не говори всего в общем рисуйте что хотите ребята так номерные знака это сейчас без номерной в этой неделе возможно вырубить симметрии рисовать что сзади что спереди должен быть примерно короче примерно ориентируемся на радиатор ну ладно да может быть я закатом еще доработаю тут так особенно это крест не знаю какой так в следующий раз мы с вами знаете что сделаем мы с вами сделаем этапологию и потом закрасим потому что нет вот такие планы ребят если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был Александр всем пока